Всем привет! Сегодня у нас многими любимое видео, а именно покупки из Алиэкспресс. Я покажу вам мои удачные приобретения, то, что я покупала на скидках осенью. Это была огромнейшая распродажа, также то, что меня разочаровало. И поделюсь с вами очень важной информацией для заинтересованных. Продолжайте смотреть, поехали! Что это, странная штукенция, я расскажу позже, а вначале о бижутерии. Недавно в видео я была в этих сережках, и вы спрашивали, что это за нежность такая. Расскажи-покажи, вот делюсь информацией, что я покупала на Алиэкспресс. Они довольно быстро мне пришли, и качеством я очень довольна. Они такие женственные и скромные, нарядные одновременно. Их спокойно можно надеть на вечерний выход с каким-то платьем, с брючным костюмом, или с самой обычной базовой водолазкой, как на мне сегодня. И мне кажется, что эти серьги, мне не кажется, я просто уверена, что они летом будут очень красиво смотреться в разных нарядах, с такими платьицами, с джинсами, тоже жемчуг, это тренд этого года, мы продолжаем его носить. Мне он не надоел, если вы искали какие-то достойные серьги, при этом за недорого, то это они. Следующие серьги я как-то показывала вам во влоге. Я заказала их в серебристом цвете, но они также есть в золотом. И я даже не ожидала, что они будут настолько легкими, такими, знаете, очень практичными. Надела и забыла, они смотрятся супер стильно, они такие гладкие, вот действительно к качеству не придраться. Я действительно очень довольна этой покупкой, издалека сережки напоминают какой-то металлический узелок и смотрятся очень стильно. Просматривая разные категории на Алиэкспресс, я случайно наткнулась на броши. И вот это высечивалось мне чаще всего. Я подумала, что окей, таких аксессуаров у меня практически нет, почему бы ее не купить? Тем более, что на нее были неплохие отзывы. Есть и подешевле, и подороже. Я выбрала какую-то среднюю цену и купила ее. Она как-то очень долго ко мне ехала, я уже забыла о том, что я ее заказывала. Очень интересная вещица, ее можно прицепить как на жакет, так и на верхнюю одежду, на шарф, на кардиган, на пончо, если вы носите такой элемент гардероба. И я несколько раз ее надевала, и меня спрашивали, Оля, а что это такое? Где ты такое взяла? И в магазинах ничего подобного я не встречала. Эта сумка, это не совсем покупка на Алиэкспресс. Мне ее подарила моя подруга, которая торгует одеждой, и она закупалась на оптовом рынке одежды и аксессуаров в Польше. Но я нашла для вас, я думала, что похожую, и оставила ссылку на Алиэкспресс. Когда вы присылали мне фотографии, мы с вами сравнивали, и оказалось, что это просто один к одному. Если вы не в курсе, что это такое, это моднейшая сумка, которая называется сумка-облако, и они представлены в разных размерах. Я бы очень хотела себе или кофейную, или прям такую кремовую. Она у меня в белом цвете. На самом деле, когда я просила мою подругу купить ее, я думала, что она будет такой молочной. А она прям ядрено-белая, но смотрится очень эффектно. Она привлекает взгляды. Я также должна сказать, что это не самая удобная сумка в мире, особенно если много всего сюда наложить. Я бы хотела вариант поменьше. Я уже присмотрела себе одну на весну, и я вас просто уверяю, что подобного плана сумки заполонят все магазины масс-маркета, но будут стоить гораздо-гораздо дороже. Помните, в прошлом видео я вам рассказывала, что я нашла длинные сережки с камнями, и что я собираюсь их приобрести. Я это сделала, а эти серьги сделали мои праздники, и я носила их очень часто. И даже в повседневных каких-то нарядах со свитерами они смотрелись настолько круто. И вообще стоят копейки. И если бы не моя мама, я бы не заметила небольшого такого недостатка, наверное, именно в этой паре. Я не обратила на это внимания, но моя мама такая вот щепетильная, говорит, некоторые камешки, два, на вот этой сережке и на вот этой, они чуть меньше сверкают. И если всматриваться прям, чего вот точно никто не будет делать, особенно где-то на вечеринке, и издалека, и даже вблизи это не бросается в глаза. Я вам вот показываю сейчас, да, как это выглядит. Поверьте, что никто этого не заметит, просто есть люди, которые видят больше, или хотят видеть, или всматриваются, когда ты говоришь, что а это что-то за копейки, да, начинают вот прям так изучать все досконально. Так вот, эти сережки очень легкие, они, ну, такие нарядные. Я умудрялась их носить и со свитерами, я также выкладывала много фотографий, stories с ними. Вы видели, что я реально надевала их на самый важный семейный день в году. Это самый большой праздник в Польше, католическое Рождество, которое я организовывала в этом году, в которое я вложила всю свою душу. И поверьте мне, что никто меня не спросил, Оль, а у тебя дешевые сережки? На мне было красивое красное платье, эти серьги только дополнили образ. Я уверена, что я буду носить их еще миллион раз. И вот это немножко забавно, но они даже сейчас поднимают мне настроение воспоминаниями. И вторые серьги без единого изъяна. Я ничуть не жалею, что я купила предыдущие. Я вам точно говорю, что если бы я не сказала, вы бы не заметили. И если бы меня не просветила мама, я бы тоже не обратила внимания. В общем, вторая пара отличается от первой формы, как видите. И также тем, что камешки зафиксированы на более темном металле. То есть, они чуть меньше, наверное, сверкают. И обе пары мне нравятся как с темными, так и со светлыми вещами. Тут уж смотрите сами. Я балдею и от одних, и от вторых. И если бы мне пришлось выбирать, я бы второй раз заказала и те, и другие. Потому что это очень сложно. Они смотрятся по-разному. Эти я надевала на Новый год с платьем, жакетом. И они очень крутые. Теперь, как обещала, минутка полезной информации для вас. Как покупать товары по более выгодным ценам и не переплачивать. Есть кэшбэк-сервис, о котором я как-то вам рассказывала. Называется он Letyshops. Это тот сервис, который возвращает вам процент от потраченных денег. Все, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке внизу. Это официальная страница Letyshops. Зарегистрироваться это займет от силы минуту. И абсолютно ничего не стоит. Дальше я сразу советую вам установить расширение на ваш браузер. Это такая напоминалка, которая сигнализирует о том, чтобы, во-первых, не забыли включить кэшбэк. Чтобы не потерять ваши денежки. И также она показывает динамику цен. Чтобы вас никто не провел на распродаже. Подсказывает похожие товары. И недавно просмотрены это такой новый функционал. Это реально очень удобно и помогает во время онлайн-шоппинга. Еще одна классная новость для нас. 27 января по 29 на Letyshops будет проходить Киберпонидельник. Это первая грандиозная скидочная акция, во время которой можно будет купить все, что угодно. Со скидками до 50%. Также нас будет ждать повышенный кэшбэк до 15%. И будет еще и конкурс, где можно будет выиграть и iPhone 11, и PlayStation, и куча-куча других призов. И вообще понедельник день хороший. Если вы пообещали себе начать заниматься спортом с нового года, то сейчас самое время купить, например, новую спортивную форму. Она очень сильно мотивирует. Если вы запланировали больше позаботиться о вашем здоровье, то сдаем анализы. И в это время как раз более выгодно покупаем витамины. Все, что нужно вашему организму. Ну а лично я планирую сделать новый забег на Алиэкспресс. Я нашла столько всего интересного среди бижутерии. И сережки, и какие-то ожерелья в виде цепей, и пляжную сумку. Я обязательно поделюсь с вами ссылками внизу. Если вам интересно, то заглядывайте. А все подробности акции также ищите по первой ссылке в инфобоксе. Окей, продолжаем. Два органайзера. Один для часов, второй для очков. Много раз их видела и как-то не решалась купить. Вы знаете, я с одной стороны и довольна, но с другой есть некоторые но. Конкретно в моем случае. Давайте начнем с вот этого для часов. Мне нравится то, что они бархатные, они очень приятные. И серый цвет это очень практично, я должна сказать вам, потому что не видно, как оседает пыль. Но вот такие часы вы без проблем на них повесите. Мужские тоже. А вот если у вас как бы тонкое запястье, как у меня, и часы на металлическом ремешке, то они здесь не застегиваются. И это как бы мои заморочки, но говорю вам о таком моменте. Что касается вот этого органайзера для очков, то, во-первых, это классная вещь, потому что все как бы сложено, они не царапаются. Они как-то непонятно не валяются в вашем шкафу. Можно положить и куда-то в комод, и также поставить в шкаф. И мой муж делает именно так, и очки отсюда не выпадают. Вот эта подставка тоже не переворачивается. Я видела, что такие органайзеры есть разные. То есть можно купить на несколько отсеков. Отсеков у нас один из самых больших, который встречался мне. В общем, вот это более удобная, более практичная вещь, конкретно в нашем случае. Но если вы покупаете для мужчины, или если у вас обычные вот такие застежки на часах, ремешки, да, то вообще никаких вопросов не будет. Просто я максимально подробно стараюсь рассказать обо всем. Даже не знаю, удачная эта покупка или неудачная. Я тоже ее так долго ждала, что уже и перестала надеяться, но они таки доехали. И честно говоря, первые жемчужные сережки мне нравятся в миллион раз больше. Но на эти, как ни странно, тоже хорошие отзывы, потому что они легенькие, потому что они не ощущаются на ушах. И просто вот такие полуколечки, они продаются и в сетевых магазинах, раза так в 4 дороже. Смотрятся прикольно. Летом я буду их носить, но как-то вот вторые, которые я купила позже, мне нравятся больше. Вот серьезно вам говорю. Вот по мне даже видно, что они не вызывают во мне какого-то воодушевления. И по сравнению с остальными, они самые легкие, наверное, в этом их плюс. Теперь несколько полезных гаджетов. Пару лет тому назад я купила себе набор для сушки кистей. То есть это вот такая сеточка, которая растягивается. И казалось бы, что за ерунда такая, кому она нужна? Если у вас есть кисточки, особенно из натурального ворса. Чаще всего после того, как вы их помоете, они теряют свою форму. Вот так вот растопыриваются. И, ну, некрасиво выглядят. Я не понимаю, как можно инвестировать в хорошие кисти и потом к ним вот так похабно относиться. Мы мокрые кисти вставляем и сушим таким образом. В таком случае ворс у вашей кисти высохнет и останется в нормальном положении. И вы можете в такой чехол засовывать как маленькие кисточки, так и большие. И даже если вам кажется, что эта кисть не очень хорошо прилегает к ворсу, она все равно его удерживает. И я очень бережно и с трепетом отношусь к тем инструментам и к тем вещам, которые у меня есть. Поэтому, раз уж я трачусь на кисти, то я тоже, соответственно, за ними ухаживаю. Что касается мытья кистей, у меня есть еще одна вещь, которую после генеральной уборки я не смогла отыскать. Но наверняка все вы знаете, как это выглядит. Я вставлю картинку. Значит, это такая силиконовая мата, она неровная. И я не могу сказать, что без нее я как-то не домываю, не дочищаю свои кисти. Но обычно, когда я сначала мою их в обычном мыле и дальше все это я вытирала об руку. Ну, как бы распределяла по кисточке, вот мыло ее очищала. У меня после всех этих процедур очень сильно сохнут руки. И для меня, как для кого-то, кто реально страдает этим, вот такая вот мата стала спасением. Но это не что-то, что еще больше очистит ваши кисти. Для сушки кистей у меня есть вот такой стенд. Их есть масса на Алиэкспресс. И черные, и розовые, и белые. И ему тоже 100 лет в обед. Это такая вещь, в которой мы сушим кисти в правильном положении. Правда, взяла кисть в пудре после сегодняшнего макияжа. Но суть в том, что вы сушите кисти вертикально. И тогда влага, вся вода не попадает вот сюда, в основание кисточки, не растворяет клей. И она просто дольше вам прослужит. И все самые такие ценные, дорогие мне кисточки я сушу именно в таком положении. Здесь есть отверстие и для больших кисточек, и для самых маленьких. Здесь также вот силикон, то есть они не съезжают. И вы можете как тонкую, так и толстую кисть сюда вставить. И все без проблем высохнет. Да, это целая процедура, но а что поделать? Об этом зеркале я рассказывала. Точно такое же я дарила своей подруге. Оно выполнено из белого пластика. Вообще, чем дольше я роюсь, тем больше всего интересного я нахожу. И сейчас мне еще и еще одно нравится. В общем, разные варианты я тоже оставлю вам в инфобоксе. И оно выполнено из белого пластика. Вот здесь, где зеркальная часть, есть светодиоды. Это реально очень удобно. Особенно в это время года, когда утром темно, когда там красишься на работу. Или вечером, когда выполняешь какие-то бьюти процедуры, уже ничего не видно. И часто я не включаю большой свет, чтобы не будить своих домашних. Вот. Поэтому часто пользуюсь таким зеркалом. Оно стоит или здесь у меня, или в ванной комнате. В общем, очень удобная вещь. Если бы не вот эта штукенция, которую я купила больше по блогерской части, я бы возила это зеркало с собой. Рассказываю, что это такое у меня тут торчит. Эта вещица в первую очередь, наверное, понадобится блогерам. А вообще, сейчас все любят делать фотографии, особенно селфи. Так что берем на заметку, кому актуально. Значит, смотрите. Здесь вот есть такой зажим, благодаря которому мы можем прицепить, например, там, куда угодно, короче. С этой стороны есть холдер для телефона. Причем его можно зафиксировать в разные позиции. Также это все выгибается в разные стороны. Точно так же, как и кольцевая лампа, которая находится со второй стороны. Она небольшая, но поверьте мне, этого достаточно для того, чтобы сделать красивую фотку или какую-то трансляцию, записать какую-то сториз. Это для меня актуально. Я понимаю, что не для всех, но тем не менее. Также регулируется теплота, освещение и насущенность. Можно включить, выключить. Короче говоря, вещь очень практичная. И это то, о чем я вам говорила в прошлом видео, что я собираюсь купить. И инстаграм-бутики продают просто за какую-то бешеную стоимость. Да, она сама по себе не супер дешевая, не 2 доллара, а чуть дороже. Но переплачивать все же не стоит. Дальше очень полезный бьюти-гаджет. Это типа как повязка, но не совсем. Это что-то, что помогает держать нам волосы, когда мы выполняем макияж или делаем какие-то масочки. Или просто наносим крем, чтобы волосы не лезли в лицо. Это как проволока, обмотанная тканью. И они есть в разных расцветках. Это можно по-разному фиксировать. Также подойдет на любой объем головы. И у меня эта проволока не ломается. И также, когда я пользуюсь такой, ну скажем так, повязкой, то у меня не заломываются волосы. Это дополнительный плюс. Из того, что я собираюсь купить, это будут такие многоразовые тканевые пакеты. Например, ты приходишь в магазин, и тебе нужно купить яблоки. И ты же не будешь по одному их взвешивать или как-то это перекладывать. Иногда что-то мерче покупаешь. И каждый раз берешь вот этот маленький пластиковый пакет. И я все забываю купить их на Алиэкспресс. Сразу несколько, чтобы часть была в стирке, часть в машине, часть у Томака в машине у моего мужа. Если вы тоже задумываетесь над разумным потреблением вот этих пластиковых одноразовых пакетов, то теперь вы тоже знаете, на что их можно заменить. На лето я заказала себе несколько пар акцентных сережек. Первые из них бывают в разных цветах. Я почему-то выбрала вот такой лиловый. И оказалось, что сейчас, вот весной и летом, сейчас зима, но весной и летом, вот этот цвет будет очень модным. И также мне нравились желтые. Желтый также будет актуальным. И очень классно будет смотреться с однотонными какими-то нарядами, с джинсовой рубашкой, с джинсовой курткой. На фотографиях, если вы собираетесь на море, или вы так же, как мы часто ездите на озеро, на пляж, то я тоже люблю красиво нарядиться, пофоткаться, и все это выглядит так сочно, так по-летнему, так ярко. И да, я просто люблю аксессуары. И чаще всего, когда я покупаю что-то такое интересное, необычное, да, я ношу эти сережки из года в год, и они служат мне много лет верой и правдой. Вот эти серьги мне не понравились. Во-первых, когда они приехали, я не поняла, что это такое. Им кто-то сделал операцию, или что тут заклеено пластырем. Зачем это? Лично я до сих пор не понимаю. Наверное, чтобы лучше зафиксировать, но смотрится это так себе. Тем более, что это такие объемные серьги, и сзади видно, и как бы, что произошло с ними, непонятно. И сами по себе сережки тяжеловаты, и в принципе, выглядят неплохо спереди, но сбоку они как бы оттопыриваются, и сзади вот этот пластырь, это вообще прикол. В общем, я не советую вам это покупать. Наверное, это самый большой промах из всего того, что я накупила за последний год. Еще знаете, что я планирую купить там спонжи для макияжа, которые многие хвалят, и нашла там несколько классных кисточек. Они вот не супер бюджетные, но когда будут скидки, то их можно отхватить по выгодной цене. И говорят, что они мягчайшие, просто как лапка котика, нежнейшие. В общем, я куплю, и потом поделюсь с вами. Ну, а если вы готовы рискнуть, то ссылка будет в инфобоксе. И вот таких сережек тоже есть огромное количество. Мне почему-то захотелось купить розовые. При том, что розовые я ношу крайне редко. Но, видимо, душа требовала какой-то романтики, даже какой-то инфантильности, наверное, в какой-то степени. Есть и белые, есть и жемчужные такие. Почему розовые, не спрашивайте. Наверное, я хотела с белым купальником это носить, но я точно найду им применение летом. Прикольные, просто веселые серьги. Куда-то нарядиться, опять же, на пляж, летом с белым платьем, с белой рубашкой, с чем угодно. Да, девочки, этот гаджет я покупала не на Алиэкспресс, но все они родом оттуда. Значит, что это такое? Это кухонная штучка, которая просто изменила мою готовку в корне. Если вы часто что-то готовите, какие-то салаты, делаете сырники, делаете что-то из теста, вы часто переворачиваете что-то в больших мисках, перекладываете. Это так удобно! Это силиконовая лопатка. Я себе даже не представляла, сколько всего остается на стенках моей посуды, когда я использую ложку. А сейчас я просто до последней капли, до последнего грамма могу все собрать и переложить в форму, не знаю, куда-то, в какую-то другую емкость. Или просто даже вычистить миску. Это вещь! Их есть огромное количество на Алиэкспресс, во всех расцветках. И еще знаете, что очень сильно мне пригодилось, понравилась силиконовая такая как бы щеточка, типа как метелочка, знаете? Например, для того, чтобы смазать вафельницу, когда я делаю вафли или сковородку кокосовым маслом, прежде чем жарить там блинчики, все что угодно. И реально тогда я использую меньше масла, это удобнее. И вообще, вот эти две вещи, еще кисточка, да, я сказала, и вот такая лопатка, это просто бомба! И последнее, о чем мы поговорим, это рукоделие. Даже не столько рукоделие, сколько мелкий декор. Это то, что заставляет мне удовольствие. Это то, на что у меня вечно не хватает времени. И если это, например, новогодние праздники, или я уже начинаю думать о Пасхе, вот тогда у меня есть реальный повод, и я обязана найти время для того, чтобы заняться тем, что мне нравится, тем, что меня успокаивает, тем, что меня вдохновляет, и еще и как бы для своей семьи сделать что-то приятное. Так что вот тогда я стараюсь по максимуму уделить этому время и насладиться самим процессом. Конечно, если вы это не любите, то я думаю, что вы не будете так кайфовать. В общем, Алиэкспресс это настоящий кладезь всего для какого-то творчества, начиная от ногтей, заканчивая организацией свадеб. Причем даже если вы организовываете свою свадьбу и флористы, все эти декораторы очень дорого вам обходятся, вы можете это заказать, сделать свою свадьбу, день рождения, там что угодно, даже праздник для ребенка, и потом это все продать дешевле, а возможно даже отбить полностью цену или немножко даже заработать. Бывает по-разному. На Пинтересте есть столько идей, вы просто находите то, что вам нравится, остальное в огромном количестве, во всех размерах, во всех расцветках есть на Алиэкспресс. Просто этим нужно заниматься, если у вас есть желание в первую очередь и время, то welcome. Я же люблю украшать подарки, украшать веночки, причем веночки я делаю не только на Рождество, на новогодние праздники, но и также на Пасху. У нас в стационарных магазинах, ну дороже конечно, но можно купить целые каркасы для декора, если у вас в свободном доступе этого нет, то на Алиэкспресс есть и белые, и натуральные расцветки, вы можете их покрасить из баллончика зеленым цветом, в общем тут уже в вашей фантазии есть где разгуляться. Это конечно смешно, но мой мастхэв во всех случаях это шнурки, вот такие как текстильные, немножко крафтовые, они есть и тонкие у меня, и вот такие плоские, более широкие. Что я делаю при помощи них? Я во-первых украшаю все на столе, все что можно там завязать, на Пасху я кладу и перья, и какие-то растения, в общем все что у меня есть дома, причем все эти вещи я использую по несколько раз, делаю такие заготовки, что-то добавляю, что-то меняю, где-то натуральное растение, где-то что-то такое, но в общем для меня это действительно огромное удовольствие, я это делаю от души, мне это нравится. Также такие шнурки я использую для того, чтобы повесить и елочные игрушки, и как-то вам показывала на Пасху я делала такой декор из веточек с этими котиками, как вы их называете, потому что я из Украины, у нас всегда говорили котики, я туда вешала и яйца, и каких-то птичек, и в общем, вы знаете, идей есть очень много, и вы знаете, стоит мне только там полминуты подумать, и все больше и больше каких-то идей приходит в голову. Также такой шнурок вы можете использовать для того, чтобы повязать его вокруг обычной бутылки, и это уже смотрится интересно, вставить какой-то сухоцвет, и получается новый декор. Я люблю такую тематику, если вам не по душе все такое натуральное, то можно найти что-то более гламурное, более нарядное, и также я собираюсь во время скидок заказать что-то на стол. Скорее всего, это будет какая-то дорожка такая интересная. Тоже можете купить и комплекты, там дорожка, прихватки, например, и полотенца в кухню. Есть масса разных расцветок, и что касается вот таких малюток, которых у меня огромное количество, и часть из них я успела использовать на Новый год, а часть из них приехала уже позже и будет ждать следующего года. Я вам показывала, что точно такие же штучки я крепила на маленькую елку. Получилось очень оригинально, необычно, не банально, не просто все одинаковые игрушки, и также в этом всем участвуют дети. Так что это как бы такой семейный процесс, я бы сказала, тоже повод провести время вместе. Вот у меня есть такие покрашенные уже как бы элементы елки, желуди прикольные, и все это можно, я просто сейчас не хочу отделять, все это можно вот вытянуть, видите, и они также каждый-каждый элемент на проволоке, то есть ее можно куда-то завязать, куда-то вставить, еще есть вот такие как бы шишечки, они белые, но это больше, конечно, осенне-зимняя тема, но я хочу вам сказать, что сразу добавляйте вызбранное, если для вас это актуально, и потом где-то летом, например, заказывайте все на новогодние праздники, чтобы это успело приехать. Вот такие цветочки, они очень универсальные, тоже все по одному можно использовать. Я добавляла их в декор для новогодних подарков, но сейчас вот будут праздники, я сейчас, ну скоро будут праздники, я тоже собираюсь делать и веночек, и я думаю, что в своих видео я обязательно вам покажу. Вот эти вот золотистые тоже очень эффектно смотрятся, и знаете, что вот такие элементы, это не значит, что купила там и жду новогодних праздников. Веточку вы можете добавить в подсвечник, например, так как я вам показывала, да, потом шишечку, еще что-то добавить, и каждый раз можете это менять, это не стоит много, даже ваша ваза может быть и вазой, и подсвечником одновременно, и новогодним пасхальным декором на день рождения, на все праздники, или просто вот сделайте приятно себе и вашей семье. И вот я люблю даже просто сделать семейный обед таким небольшим праздником выходного дня, когда мы все вместе собираемся, мы тоже зажигаем свечи, я часто кладу какие-то салфетки, красиво накрываю стол, это приятно, да. И вот такая небольшая семейная трапеза становится еще более уютной, еще более атмосферной, но тут уже у каждого свой подход, кто-то любит быстро перекусить, но даже когда у меня были маленькими дети, я все равно этим занималась, потому что я это люблю. И вот из таких несезонных элементов декора у меня есть хлопок, причем его можно заказать на одной такой веточке, это натуральный хлопок, но к нему здесь приделана проволока, и такие же цветочки я покупала отдельно, гораздо дороже, и цепляла их на елку, тоже показывала, интересно смотрится, и сейчас вот такой хлопок я опять же буду использовать для подсвечников и для всего остального, и вообще красиво смотрится просто в бутылке или в какой-то такой очень лаконичной вазе, очень стильно даже в современных таких интерьерах, вовсе не обязательно делать такую классику, как у нас. Но были также и неудачные покупки в этом сегменте, какие непонятные ягоды, которые были склееными, когда я пыталась их разъединить, тут часть от одной оторвалась, я думаю, что я все-таки их как-то приспособлю, их как-то вставлю, и не будет заметно, ну блин, почему нельзя было аккуратнее это сделать. И вот эта вот веточка, да, ее можно куда-то пристроить, но она какая-то такая бедная вообще, не до веточка, не знаю, что имелась в виду, но она какая-то такая вот прям вся эта, когда мне это пришло, я еще думала, господи, что с ней не так, как я могла это купить? Мне казалось, что это типа как сухоцвет, это выглядело более аккуратно, но сейчас как-то так совсем печально, это точно не советую. Я думаю, что для одного видео предостаточно, надеюсь, что вам было интересно, не забывайте поставить пальчик вверх, зарегистрироваться на Letyshops, и в следующем выпуске я обязательно покажу вам, что же я накупила, что интересного мне удалось найти. Всем удачного шоппинга, всех целую и обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.